В Кыргызстане стартовала неделя азиатского кино. Так, в Бишкек прибыли представители синдзянского телевидения. Они намерены совместно с ОТРК провести передачу «Азиатское телевидение» и «Неделя кино». Подобное мероприятие позволит укрепить взаимоотношения между двумя народами, надеются организаторы. Подробности в следующем материале. Многие помнят передачу «Кытай Терезиси», вышедшую еще 15 лет назад в эфире ОТРК. Сегодня она выходит под названием «Джунголго Сапар». Часовая передача, подготовленная синдзянской телерадиостудией, выходит ежедневно на кыргызском телевидении и радио. Эту договоренность две стороны годами укрепляют и надеются продолжить сотрудничество. Особых изменений в нашем договоре с кыргызстанским телевидением нет, но в этом году увеличивается время трансляции передачи, а содержание не меняется. Однако все экономические реформы Китая теперь будут вовлечены в передачу ОТРК. Все это для того, чтобы ваш народ больше знал о Китае. И в целом, я считаю, это улучшит двусторонние отношения. Ну а по словам представителей ОТРК, передача, независимо от того, культурное это мероприятие или киносериал, все материалы самого высокого качества. Многие кыргызстанцы с интересом смотрят передачи из соседней страны. А в этом году начались и переговоры о трансляции кыргызстанских материалов в синьцзянском телевидении. Мы об этом тоже обговорили, предложили так, чтобы вот те проекты, которые, те продукции, которые производятся у нас, нам могут быть интересны и для китайской аудитории. И вопрос стоит так, чтобы в каком контексте, в каком качестве нам необходимо переводить в том числе. И мы по этой части тоже будем усиливать работу. Мы, конечно, нуждаемся в том, чтобы создавать более-менее интересный контент, качественный контент. И мы будем идти и работать в этом направлении. Мероприятие было приурочено к Конгрессу «Азиатский цивилизованный диалог», инициатором которого стал председатель Китайской народной республики Цзиньпинь. Ну а главная цель такого рода сотрудничества, знакомства наших слушателей с жизнью кыргызов, проживающих на территории Китая, отмечает замминистра культуры и информации туризма Кайрат Маналиев. Сотрудничество ТРК с китайской телерадиовещательной корпорацией началось еще в 2004 году. На этот момент корпорацию возглавляла Токтош Айтикеева, которая и подписала первое соглашение о сотрудничестве между двумя корпорациями. Сегодня мы продолжаем сотрудничать не только с кинотелерадиокомпанией «Джунго Шинджан», но и контактируем с такими крупными СМИ Китая, как CCTV и другие. А теперь мы видим, как первое соглашение принесло большие плоды, и СМИ Кыргызстана и Китая тесно сотрудничают. Этому примером служит и сегодняшнее мероприятие. На мероприятии стороны также обсудили выгоды культурного сотрудничества Китая и Кыргызстана, а также цели и отзывы от телепередачи «Джунглого Сапар», которые транслируются на двух каналах и радио ОТРК. Айзада Урумбаева, Бакет Мамацаев, «Пирамида».